Итак, у Изенгарда странная ситуация. С одной стороны Рохан осаждает Фольдбург, с другой стороны Форт Светлый осажден силами Изенгарда. Что мы имеем в Форте Светлом? Мы имеем не только численное преимущество, но еще важное задание – уничтожить принца Эамира Храброго, маршала Марки. Но это будет нелегкая битва, так как принц Эамер Храбрый, кроме 8 звезд, имеет ту его кучу различных положительных трейдов и его телохранитель – это Королевская Гвардия, с которой я бы не хотел встретиться на поле боя непосредственно. Ну что ж, давайте сначала начнем с Форта Светлого. Эту осаду нужно провести. Я думаю, вы бы не поняли меня, если бы я сделал это с помощью автобоя. Хочется все-таки посражаться и убить в личном бою принца Эамира. Пусть это сделает Саруман. Если, конечно же, повезет. Так что зло снова наступает. Это будет очередная победа над врагами. Они не из здешних земель. Это Кребаны из земель Фангорна и Дунланда. Они следят за этой землей. Арагорн – предводитель Дунаданов с севера. Не надо нам Арагорна никакого возле наших границ. Хотя, наверное, если дикари Дунланда падут, то мы его еще увидим. Так, развертывание войск. Давайте подождем. Может, погода будет получше. О, такая погода нас устроит. Такое закатное время. Единственное, что на этот раз я хочу сделать по-другому. Хочу выбрать целью вот этот участок стены. Здесь именно мы и будем проводить нашу диверсию. Так, само собой, у нас Саруман будет основным диверсантом, так как он просто создан для того, чтобы танковать. Атака 14, защита 31. Это доспехи, навык и щит. У него наибольшая защита, но не такая уж выдающаяся атака. А это уже подсказывает его роль. Даже у лучников такая же атака, как у Сарумана. Ему сюда помощь. И, наверное, два отряда лучников. Один отряд застрельщиков. Да и, думаю, хватит. Это будет у нас первая могучая кучка. Первый такой корпус нашей армии. Можем также соорганизовать что-то вроде нападения с этой стороны. Хотя бы отвлечем часть вражеских войск. Сюда тоже отправим лучников, но на этот раз снага, и застрельщиков. Кого бы я еще сюда отправил, так это, наверное, отряд. Нет, пусть будет так. Ctrl-2. А всех остальных воинов оставим здесь. Только вот копейщики, которые у нас несут лестницы, я бы выстроил их в качестве буфера, если вдруг кавалерия решит атаковать нас. Или попробовать на нас напасть. Так. Все, это меня устроит. И вся вот эта вот братья, это будет четвертый корпус нашей армии. Третий, точнее, корпус. И можем начинать сражение. Первое, что мы сделаем, это оценим ситуацию. Так, ситуация не совсем хороша. Да, враги есть, и их немало. Кто это? Эрлинги с топорами. Лучников у врагов вроде бы нет, кроме стрелковой кавалерии. Стрелковой кавалерии у них два отряда. Было бы хорошо как-то эту стрелковую кавалерию, так, тут разведчики и всадники, сагрить на нашего Сарумана. Поэтому отправляем в бой Сарумана на стены, пусть танкует. Я бы даже ускорил ход течения времени, потому что эта процедура будет достаточно длительной. Так, наши задачи таковы, пока основная армия отвлекает гарнизон врага с двух участков стен, организовать прорыв с третьего участка. На этот раз враг защитил все стены. Так, это уже слишком быстро. И я вижу, что начался обстрел по нам со стороны вражеской стрелковой кавалерии. Саруман создан просто для того, чтобы выдерживать подобные обстрелы. Его пехота лучше всего из всего нашего войска вооружена и способна противостоять лучникам. Также он хорошо будет танковать. С эрлингами, с топорами мы быстро справимся. Тут мы их подавим буквально моментально. Но и своих мы потеряли. Стоит понимать. У нас было 78. Враг истреблен. Теперь давайте спустимся. Сейчас важно покинуть стену. Это такой маневр. Потому что на стене мы очень легкая мишень. По нам стрелки попадают на ура. Нам очень важно, чтобы они выстрелили весь свой боезапас. Поэтому мы не просто спустимся. Мы еще разомкнем строй. А защищать нас от стрел врага будет стена. Еще желательно бы, чтобы они подвели своих копейщиков. Чтобы еще и копейщики отведали стрел. Все, все, все уходим. Потому что на стене мы хорошая добыча вражеским луком. Я надеюсь, колчаны у конных стрелков невелики. Давайте выстраиваемся под стеной. Да, по нам практически не попадают. Навесными. Большая часть стрел уходит в молоко. И если еще сейчас спустимся и разомкнем строй, потери вообще будут минимальны. Мы уже потеряли, если нас было 78, то 14 бойцов. Надеюсь, это последние войны. Может, еще с пяток мы от стрел потеряем. Что вы там танцуете, ребята? Эрлингов с топорами сюда подводят. Все. Разводим строй. Теперь им тем более нас не достать. Стойте, как стоите. Можно и походить, в общем-то. И ускоряем течение времени. Будем ждать, пока всадники расстреляют все свои стрелы. После того, как они расстреляют все свои стрелы, они станут легкой добычей для наших лучников. 63, 62. Вот так. Конечно. Вот они взводят эрлингов с топорами сюда. А топорщики. Ой, замечательно. Попадают тоже под огонь своих. Сейчас будем смотреть, как и они тоже будут гибнуть. Наши стоят здесь. Я бы даже их чуть ближе подставил. Чтобы как раз направить огонь. Да, так и есть. Они стреляют по своим. Дружественный огонь мне очень-очень на руку. Так, сейчас главное уловить момент, когда у всадников закончатся стрелы. Неужели? Или вы просто перестраиваетесь? Проверим. Подождем какое-то время. Ну что ж. Сколько вас тут? 143. Снова Саруман будет танковать. Пока что мы лучников не можем заводить. Разве что на этот участок у нас тут есть Снага, лучники. Их и отправим. Так, а кто? Кто атакует? Неужели открыли опять огонь? Это башня атакует. Вперед! Давайте уничтожать врага. Нет, 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 нет. Не застрельщики. Лучники. Правда, у них тут есть ополчение, которое может попасть на стены. Тогда моим будет больно. Проследим за атакой Сарумана. Все, начинаем наносить урон топорщикам. Топорщики долго не продержатся. Хотя мы тоже часть состава определенно потеряем. Но за состав я не волнуюсь, потому что чем больше Саруман потеряет, тем быстрее он восстановит свои потери, отсидевшись немного в крепости. Самое главное сейчас истребить как можно больше вражеских топорщиков, чтобы мы могли взвести на стены уже наших лучников. И тогда мы ответим вражеской кавалерии. Кавалерия ничего не сможет предпринять. Так, снаголучники. Или все-таки для безопасности. Давайте поставим хотя бы поставим стены, лестницы точнее. И там уже будет видно. Так, Саруман уничтожает. Вот половину вражеских бойцов мы уже истребили. И давайте пройдемся сквозь них. я бы даже отправил второй отряд пехоты урукхай тяжелый на стены и пусть он справится с оставшимся ополчением. 68, 67, 66, 64. Очень хорошо справляется Саруман с подобным заданием. Практически не теряет своих воинов. уже можем так. 1 на 14%. Нас такой расклад устраивает. Фактически как мясорубка проходит сквозь вражеские ряды. Сейчас зачистим этот край. Потом пройдем в следующий край стены. Возьмем контроль над этой башенкой. 37. Сколько вас тут осталось? Двое. Ну, я думаю, пару ударов и не останется ни одного. Так, теперь самое время идти в эту сторону. Снага проникают на стены, но погодите. Давайте откроем огонь по... Нет, 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 еще не откроем. Давайте лучше подведем сюда охотников за головами на тот случай, если копейщики решат забраться на стену. Странно себя ведут, куда вы отправились. Главное не на стену, иначе мне придется своих снага спускать. Ой, как хорошо, залп за залпом. А у снага очень много зарядов и очень-очень много стрел, так как их количество огромно. 2 на 22. Замечательно. Теперь мы ввязались в бой с ополчением Эрлингов. Посылаем Сарумана еще в ту сторону. Зачистим ополчение и сможем спать спокойно. Сможем лучников на стену отправить и тогда ребятам конец. Так, этих подождите, пока не атакуете, давайте возьмемся за разведчиков. ой, как массово убиваем. Замечательно. 2 на 32. 116. Ну, с этими будет тяжелее, конечно. 14, 12. Их большое, великое количество просто. я думаю, настал момент посылать лучников. Пока они взберутся, я думаю, мы с ополчением закончим, лучники уже будут обстреливать вражескую кавалерию. Разведчиков мы практически уничтожили, благодаря залпам снага. Теперь переключаемся на всадников. Остатки разведчиков мы уничтожим, когда спустим охотников за головами по их душе. 88. Теперь сражается Саруман. 44 у нас осталось бойца в его отряде. 85. Я бы даже ударил в спину, просто не вижу пока возможности. Слишком высок риск того, что кавалерия проходим, проходим, сквозь ряды. Можно попробовать их испугать, но учитывая, что за ними маршал марки, мне кажется, нам это не удастся. Так вот, сейчас мы рискуем. 76. давайте ребят искренне надеюсь, что вы справитесь. Сколько их осталось? 15 расстреляли и всадников. Снага хватило на всех. Давайте на стены. 75 и прибывает подкрепление 61 воин. Лучники, а вам задание расстреливать беззащитных в сайт. Хотя можно вас провести на этот участок стены, где вам никто не будет угрожать. А вот вас провести сюда как можно быстрее. Иначе у Сарумана могут быть определенные проблемы. Так, мы воспользуемся 61. Рискуем мы очень с Ауроном, ой, с Армоном. Я бы даже отвел его с этого участка и заменил. Так, Снага выполнили свою задачу, врагов осталось совсем немного. Теперь можем спускать наших охотников и добивать разведчиков. Итак, 3 на 44. Саруман, Саруман, уходи! Расчистят пусть другие дорогу. Ой, хорошо, расчистили. Убивайте, убивайте противника. Должны обезопасить Сарумана. Все, угроза снята. Сейчас мы добьем тех, кто на стенах. 3 на 47. обратно на стены лучников можем отводить. Давайте вот этих ударим. Хотя, 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 то, что я вижу. Быстро, быстро, быстро на стены. кавалерия не должна дернуться ни малейшим образом. Сюда лучников, сюда остатки лучников. Так, это мы истребим практически два отряда копейщиков. Все, они бегут. и стены останутся беззащитны. Сюда можно, кстати, на помощь нашим взвести как минимум еще и охотников за головами. Не помешают. Орлинги с топорами отправились. Вот это уже проблемка. Давайте их стреляем на подходе. Нам они там на стенах ну никак не нужны. А вас сюда. И еще остался один отряд ополчения. Три на 52. Неплохо воюем. 57 их осталось. Так. Не добегут. Восемь их уже можно просто напугать своим количеством. даже жалко стрел на них. Семеро. Трое. Давайте еще один залп по ним. И на этом я думаю мы забудем. Да. Забудем о них полностью. и атакуем королевскую гвардию. Назад. Проверяем никто не покинул стен. Это сейчас крайне важно. 21. Ну ну. Это вся ваша защита. мы сейчас еще один проход сделаем и с вами будет покончено. Остался у них один отряд копейщиков. В общем-то. Нет 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 даже не думайте. Кто у меня тут остался. Снагозастрельщики. Подводим поближе. Тоже подводим поближе. если они выйдут за пределы стен что было бы очень правильным решением с их стороны. Так 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 я вижу на что они нацелены. Всех на стены. Всех кто уязвим. И здесь снагозастрельщики. Тоже поближе к стенам. Фух. Нет опять никак не не отстанут от своей глупой затеи. Нет 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 ребята не хочу с вами воевать. На стены бойцы на стены как можно быстрее. А эти лучники с кем вы будете иметь дело? Давайте с королевской гвардией. Не надо обстреливать одинокие отряды. Так все они возвращаются назад. И искусственный интеллект конечно умеет пугать если захочет конные стрелки. Давайте по королевской гвардии. Тоже все на стены. Причем охотников вот на этот участок стены. Ополчение и ополчение. Так ну и отводим. Сюда можно разве что подвести какой-то из отрядов телохранителей. Королевская гвардия 59. Так что же нам делать? Да вы посмотрите вот это наглецы. Ну отходим кого будем подставлять? нашу пехоту. Но это стрелковый эорет. Что они тут задумали ищут я не знаю. Но пока они добегут они явно потеряют в личном составе. Так ребята королевская гвардия выходит. Беда бедой. Копья на изготовку. Сейчас понадобятся все. Решил искусственный интеллект меня не дожидаться. Все. Они трупы. Но они могут конечно поправить ситуацию если захотят. Давайте снага используем в качестве буфера. И вот тут нам понадобится подкрепление. Я даже не знаю как правильно распорядиться. Королевская гвардия это те еще противники. Если мы сейчас залпанем если у снага будет такая возможность то может быть еще с десяток положим гвардейцев. Давайте 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 залпаните и вы мне не нужны будете. стоят удивили так удивили так всадников фольда расстреляем мы еще не все успели взобраться на стены копейщиков туда подводим и наверное два отряда с нашими телохранителями о все атаковали вот теперь мы всю мощь королевской гвардии на себе узнаем из вариантов которые мы сейчас можем предпринять это быстрый рашевый захват площади правда тут еще остается кавалерия способная знатно накостылять что ж приятно удивляет искусственный интеллект тут ничего не скажешь молодцы действуют замечательно мы потеряем пожалуй несколько отрядов в этой бойне надеюсь что переключаться на копейщиков а мы сможем просто их зажать и истребить или это они будут истреблять нас снага хороший буфер правда мручий ополчение и переводим сюда варгов я знаю что они тут не особо чем смогут помочь но во всяком случае хоть что нибудь сделают лучников всех пока отправляем атаковать тот участок и тех всадников вот так вот агрессивно они ответили на наш прорыв 24 королевских гвардейца остались у рохана и естественно уже ни о каких 5% потери речи идти не может сейчас они будут гибнуть на копейщиках главное чтобы наши не расстреливали 34 всадника осталось но это еще много давайте лучники я в вас верю да лучники сделают свое дело главное чтобы мы маршала марки убили 10-10 опасны пытаются прорваться семеро шестеро ну-ну копейщиков наперерез здесь 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 они намереваются ударить спину естественно отводим и бьем так что там наши походники за головами готовы 11 всадников пятеро осталось ну и хорошо сейчас опять отойду для того чтобы опять ударить копейщиков выставляю вперед за спины копейщиком наших куда вы отправились на ту сторону быстрее 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 тут такие ребята идут очень активны смотрите успеют затроллили врага ну-ка 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 нет не кинут теперь основное сражение будет происходить на площади и всю в принципе армию приглашаем туда двое осталось всадников по-моему всех расстреляли а нет один остался и один разведчик маршала марки будем убивать на площади дуэль с саруманом состоится так всеми путями которые есть проводим потому что маршал марки решил сделать круг почета ты куда это что еще за нет нет вы посмотрите это это что такое только не говорите что он сбежит куда ты отправился дружок у нас осада идет я боюсь посылать за ним варгов но у меня не остается другого выбора вы посмотрите на это я такое если честно вижу впервые я не знаю как это объяснить и что это значит так лучники закончили обстрел теперь мы попадаем на площадь дружище победа за нами ты будешь ждать нас там можно конечно взять его в плен и тогда нам дадут очень много золота нет он отошел для того чтобы чтобы только вернуться хорошо мы его ждем я не против такого нужно убивать так 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 я даже варгов своих пожалею потому что знаю что трое всадников марки способны перебить немало их число я выведу только моих тяжелых воинов давайте друзья можно даже застрельщиков попробовать подвести сюда но это будет крайне долго ждем ждем у врат ну же ну же дружище маршал марки но попытка сбежать была просто просто офигенно как говорится зачет конечно урон мы наносим мизерный 14 но как только подойдут остальные наши бойцы даже подождите давайте подождем тех кто действительно наносит урон так и погиб вражеский полководец завершить битву 332 на 889 я думаю если бы мы провели автобой потерь было бы меньше но у нас не было бы такого интересного сражения захвачено в плен 66 солдат может быть даже попросят выкупа и мы с удовольствием его предоставим кто у нас лучше всего подействовал я думаю лучники застрельщики снага 192 незаменимые бойцы а это потерь понесено потерь нанесено тут совершенно другое стража ордханка и снага лучники телохранитель урукхай хотя застрельщики снага с собой прикрыли от отряда эомера так что им тоже честь и хвала мы тоже дочери великих людей у нас есть своя воля и своя доблесть слова нуминорской королевы эрэнди своей дочери да эмир меня крайне удивила особенно попыткой бегства представьте если бы была реализована возможность уйти таким образом с территории крепости и спастись военачальнику это было бы ну как минимум тогда было бы в разы интереснее играть форт светлый взят ограбить уничтожить давайте займем поселение человеческая голова голова эомира покажи всем своего пораженного врага плюс один общественное счастье с роханом отношения враждебные ну как мне жаль честное слово я даже не знаю насколько мне жаль так армия давайте эту голову кому-то передадим раз два три четыре пять шесть семь восемь и она вообще не к месту кого мало раз два три трейдов раз два три и раз два три четыре пять человеческая голова вот на держи тебе человеческую голову так ну и что мы делаем сидеть тут не имеет смысла разве что можно оставить отряд копейщиков и лучников снага раз уж они так хорошо себя зарекомендовали а кстати что тут по постройкам казармы деревянный замок поля в общем-то мы можем продержаться какое-то время если будем если оставим к примеру снага копейщиков да даже вот так вот недобитки остатки и двинемся в направлении этого брода где наша армия действительно будет нужна но сначала стоп 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 что ты творишь хорошо он отошел потому что это конечно жесть сейчас еще наш двинется и все и ход потерян ладно оставим тогда одних копейщиков на вас не нападут сколько вас 65 вы представляете опасность нет как осадные войска не представляют опасность и идем в направлении вражеской армии вам если что догоним ну и второе грандиозное сражение которое нужно провести это отбить осаду фольтбурга я пожалуй даже сохранюсь так отбить осаду а кем же мы попробуем это сделать рубаки снаги а у нас еще такое положение что снага не дойдут так ну и без гарнизона тоже киноарт оставлять не хочется хотя ребята могут в принципе сбегать туда и обратно так что в атаку итак баланс сил в нашу пользу но совсем незначительно у врага есть достойные воины у них есть и стрелковый эарет есть и всадники рохана есть и мечники арлингов ополчение и топорщики и они в общем-то готовы к осаде что ж атакуемых другого выбора не остается фольтбург нужно отбивать потому что это опять будет гарнизонный скрипт и большие потери с нашей стороны 13 процентов это большие потери ибо немало воин в их достославной летописи и случалось королям отвечать ударом на вызов однако потом они заключали мир и даже худой мир лучше доброй ссоры слова сарумана арахирим красноречие сарумана это наверное его слова когда он говорил их будучи заточен в ордханке и пытаясь выбить для себя мир мир так развертывание войск ждать там нечего только нужно продумать стратегию кое мы будем воевать так этих ребят в засаду к примеру этих ребят тоже можно скрыть пусть к примеру вражеская стрелковая кавалерия или кавалерия напорится на наши отряды к нам пришли подкрепления не совсем удобно и сейчас пока что мы в меньшинстве главное не спугнуть нашими отрядами которые в тылу врага потому что если они развернутся то нашим снага точно будет конец пока они идут в нашем направлении пусть идут отправимся в лесу попробуем спрятаться они видят только отряд нашего полководца так что я думаю посчитают его легкой добычей ну а эти ребята пусть подкрепления к нам идут или как можно быстрее главное чтобы на рубах на моих не наткнулись а лучше наткнулись на копейщиков поэтому я наверное вперед выведу своих телохранителей они протанкуют если что идем идем сюда здесь спрячемся стрелки видно достают давайте попробуем разомкнуть строй и тоже протанковать потому что гоняться за этими ребятами ну смысла нет если они отреагируют на разомкнутый строй и попытаются нас атаковать своими мечниками я очень даже не откажусь у нас тут в засаде есть воины готовые отдать отпор ну а пока терпим нам ничего не остается другого и ждем подхода наших подкреплений знака застрельщики это хорошая альтернатива так все бросаются в бой поджидаем всадники рохана главное успеть вовремя зайти за спины копейщиков уходим 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 отправляется к снага мы отправим их сюда же ох как хорошо вперед сомкнуть строй и сюрприз так первых схватили придется пожертвовать одним отрядом снага все таки мы ничего сделать не можем ой 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 прячьтесь в лесу бойцы лад надо бить тут я ничего сделать не смогу копейщики готовы ли вы готовы снага спрятались снага тоже на изготовь ой 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 моих копейщиков просто раздавили сейчас вся надежда на залп снага я очень рад что в нашу пользу битва только не говорите что они еще и сбегут вот гаденыши так а что здесь происходит их 32 мы их закидываем поэтому их становится меньше ладно с этими тут разберутся а здесь копейщики сдерживают ну давайте вам рубаки рубаки с ополчением ну рубаки просто в мясо их в молочко должны порубать а мы совершили классическую ошибку погнались за стрелковым эоретом будет нам урок враги бегут понесли потери здесь мы справились но они скорее всего вернутся поэтому давайте отправимся помогать нашим оркам братьям все таки рукопашное завязалось я думаю здесь мы стрелковый эорет накажем за такую наглость 40 против 75 я не думаю что они выиграют у пехоты правда вот наши у топорщиков проигрывают потрясены ну же ну же враг бежит замечательно погиб вражеский полководец супер но это еще далеко не победа нам предстоит длительный путь смели наших копейщиков те не устояли теперь еще могут ударить во фланг нашим топорщиком отправляем наших топорщиков один отряд копейщиков мы потеряли сейчас самое главное ударить во фланг чтобы нас не настигла вражеская кавалерия скорость решит все а вражеская кавалерия нет они уже не бегут их 26 и они готовы завершить или продолжить да продолжить разбегут я только рад хорошо что их мораль сломалась сейчас мы их догоним и попробуем получить как можно больше пленных догнать всех пусть изменят направление бегства ну же ну же ну же что никого да не может быть одного только да вы смеетесь ладно восемьдесят семь пленных я не прочь буду принять и выкуп со стороны рохана чтобы увеличить мою казну куда вы беглецы самое главное что нападение на фольтбург отражено а значит у рохана остается очень мало сил может быть к следующему хода они соберут еще пол стека войска но к тому времени у нас уже появится с востока северо-востока армия сарума на 435 на 517 125 в плену 391 убит копейщики гоблинов получили опыт но они сражались против всадников молодцы затащили там много орков некоторые из них больше и старше прочее страшнее прочих черные у руки мордора гендальф серый да еще склеснемся с черными у руками мордора наша пехота у рук хай поэтому надо копить силы хотя мордор и веселит тем что если ему удастся победить гондор то это за счет нас да давайте я не против денег плюс два командования ну это тем более приятно так что что я сделал а все хорошо один отряд рубак вернулся и может туда же вернуться один отряд копейщиков давайте копейщиков вернем хотя в фольтбурге их содержание бесплатно а сколько они стоят 28 не так уж и много зато я буду спокоен что против против одного отряда выстоят кавалерии так ну что в общем то отстрелялись на этом ходу сделали все возможное и невозможное в битвах где надо затащили осталось только разделаться с гондором гондор отправляет против нас армии и мы на себе гондорский след будем чувствовать еще долго так давайте посмотрим 6000 у нас есть вроде бы и строительством заняться но только мы же понимаем что основные места для построек это должен быть эзенгард и фольтбург в эзенгарде само собой что-то будем строить после плаца а в фольтбурге уже на следующем ходу сможем построить улучшение и тоже растить его для того чтобы нанимать нанимать в нем что-то более существенное чем снага хотя снага радует это будет друзья на этом данное видео будем заканчивать и как вы поняли двадцать второй ход обещает быть интересным у нас будут гондорские разборки и конечно же продолжим атаковать рохан в поле скорее всего будет битва и потом где-то на двадцать втором двадцать третьем будет осада альтбурга и когда мы осадим это поселение пути и для гондора и рохан рохан фактически сможет собирать своих воинов только с трех поселений останется у него деревня воссов но ее мы тоже отберем что ж удачи друзья оставляйте ваши комментарии жду вас в своей группе вконтакте ссылка на которую есть в шапке канала и подписывайтесь кто еще этого не сделал